Во время пандемии жизнь красноярцев все больше ушла в интернет, в цифровую сферу. И в связи с этим мы решили пригласить к нам в студию министра цифрового развития Красноярского края Николая Распопина. Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Чтобы было понятно красноярцам, вы не частый гость, во всяком случае у нас на телеканале, чем занимается ваше министерство? Министерство цифрового развития занимается цифровым развитием. В это входят два больших направления. Это цифровизация отраслей экономики, в той части, в которой мы этим занимаемся. Это межведомственные сервисы, это госуслуги и, безусловно, это связь. С пандемией люди, наверное, чаще стали выходить в интернет, и все больше услуг им требуется, таких жизненно важных оттуда, из сети. У вас работы прибавилось? Работа у нас прибавилась, причем прибавилась очень сильно. Наверное, связь это одна из тех отраслей, где, если финансово говорить, то, конечно, есть спад, потому что спрос немножко упал, просел. Но если говорить в части перспективы развития, то, конечно, это одна из наиболее бурно развивающихся отраслей, поскольку действительно пандемия, вот эти локдауны нам показали, что нужно уходить в цифру. Это удобно, это безопасно для человека, это полезно с точки зрения экономии ресурсов, времени и денег. Поэтому действительно работы прибавилось. Какие сервисы в интернет будут все больше переходить? Я сегодня делал материал, например, про то, что телемедицина, вот одно из направлений развития. Что еще? Да очень много, на самом деле, вещей, которые уходят в цифру. Это и покупки, это и бизнес, это и предоставление услуг, в том числе и государственных. Мы сейчас наблюдаем, как очень быстро государственные услуги переходят в цифру. Вот последний опыт, допустим, выплаты детям от 3 до 7 лет, и это 16 лет, показал, как это просто и удобно. Буквально за 5 минут заполняется заявление, никаких документов, и деньги приходят на указанный гражданином заявителем счет. Там были свои проблемы, связанные с нагрузкой, поскольку никто не готовился к таким вещам. Но они были решены довольно-таки оперативно на федеральном уровне, и граждане нашей страны смогли воспользоваться этими сервисами. Таких сервисов очень много, они сейчас развиваются, их количество увеличивается. Есть какие-то сервисы, которыми сейчас министерство занимается, может быть, конкретные? У нас, на самом деле, много сервисов, которые в разной степени готовности к переходу в электронный вид, в разной степени, если можно так выразиться, качество, соответственно, свои показатели, уровни цифровизации. В частности, запись в дошкольные учреждения, постоянно мы эту услугу модернизируем, для того, чтобы она была удобна и проста в использовании, запись в школу, в первый класс в том числе. Ну и различное количество услуг, включая и запись на прием к врачу, вот то, что вы говорили, телемедицина, да, и много-много других. Вот на сегодняшний день у нас, если мы говорим про региональные услуги, 226 услуг переведены в том или ином виде, в электронный вид на региональном портале. Есть федеральные услуги, в которых мы тоже участвуем, которые на едином портале федеральном, в электронном виде. Ну и есть еще и муниципальные услуги, где мы тоже коллегам помогаем, тоже в электронный вид их переводят. А нет идеи создать, вот как госуслуги, федеральный, да, портал, какой-то местный, региональный, по тем услугам, которые здесь могут люди получать? Да, региональный портал, он существует, и довольно давно, это госуслуги, как раз региональные услуги на региональном портале, они и присутствуют. И муниципальные услуги тоже на региональном портале. Федеральные услуги доступны сейчас на федеральном портале. Но я думаю, что с течения времени в любом случае останется один портал, который будет общим для всех. В этой связи вход на все порталы и государственные ресурсы сейчас осуществляется через единую учетную запись от госуслуг, к которой уже многие привыкли в Красноярском крае, те лица, которые могут регистрироваться, это лица от 14 лет. Зарегистрировано уже практически 99% граждан, на этом портале больше 2 миллионов человек. И там еще есть подтвержденная учетная запись, когда люди могут расширенный набор услуг получать. Уже больше миллиона человек, практически половина населения зарегистрировано. То есть люди активно пользуются, причем в период пандемии мы увидели резкий скачок регистрации на портале о том, что эти услуги сейчас очень востребованы. А когда не надо будет уже запоминать пароли на госуслуги и другими услугами пользоваться по биометрии, отпечаток пальца, фотография? Сейчас эти сервисы активно тоже внедряются, в том числе и на федеральном уровне, больше, наверное, даже на федеральном уровне. Но к ним есть некие опасения с точки зрения сохранности биометрических данных, есть неурегулированные вопросы, которые необходимо нам пройти для того, чтобы этими вещами пользоваться уже фактически везде, чтобы это вошло в обыденную жизнь. Я думаю, через несколько лет это уже будет таким стандартом де-факто. Как мы привыкли к госуслугам сейчас, так и биометрия через буквально несколько лет тоже будет использоваться практически везде. А вы занимаетесь безопасностью персональных данных в интернете, жителей, может быть, Краснодарского края? Естественно, тот процесс оцифровки сервисов, про который мы говорим, создание информационных систем, он сопряжен со взаимодействием с гражданами. Это персональные данные, это информация, в том числе информация ограниченного доступа. Нам прежде всего необходимо заботиться о том, чтобы эта информация была надежно сохранена, чтобы не было утечек, чтобы не было никаких проявлений, возможностей попыток эту информацию украсть. У нас в прошлом году, в конце года было принято решение о том, что мы на базе подведомственного учреждения. У нас есть учреждение, которое занимается цифровизацией, Центр информационных технологий. Мы создаем отдельный сектор, который будет заниматься именно вопросами информационной безопасности, тех данных, которые мы собираем, храним в наших системах и базах. То есть там определенный штат отдельный, это 26 человек, которые занимаются вопросами информационной безопасности. Но здесь вопрос комплексный, поскольку это и антивирусная защита, это и организация защищенных каналов между учреждениями, это и система обнаружения вторжения атак. Но это комплексная такая штука, которая призвана обеспечить сохранность наших персональных конфиденциальных данных. А какой процент населения края имеет доступ в интернет сейчас? Ну и какой процент может быть территории? Ну может быть примерные, я не знаю, есть такие данные. Здесь действительно лучше, наверное, в проценте населения говорить, потому что Красноярский край хоть и второй по увеличению региона Российской Федерации, но по дифференциации населенных пунктов по территории мы, наверное, первые. У нас, если говорить про население, то сотовую связь, услугой пользуются 99% населения, 99,2% даже. То есть фактически население обеспечено. Но если мы посмотрим в разрезе населенных пунктов, то практически около 300 населенных пунктов сотовой связью не обеспечено. Большие это или маленькие? Это населенные пункты в большей степени до 500 человек. У нас осталось несколько населенных пунктов, которые до 500 человек, где связи еще нет. Но вот здесь реализуется несколько программ. Есть федеральные программы, есть региональные. В частности, три года назад мы запустили программу по созданию условий для развития связи на уровне региона. То есть принято было губернаторам решение о том, что мы должны связь развивать опережающими темпами. И по этой программе мы фактически даем субсидии муниципальным образованиям. Там строятся антенны мачетовое сооружение, и люди получают сотовую связь с доступом к сети интернет высокоскоростным. Вот за три года мы 94 населенных пункта обеспечили сотовой связью и более 60 высокоскоростным доступом к сети интернет. Это порядка 40 тысяч человек. Сейчас рассматривался сегодня на первой сессии бюджет Краснодарского края на следующий, 21 и плановый период 2023 годов. На два года туда еще продление программы мы заложили для того, чтобы иметь возможность людей обеспечивать связью. В этом году, кстати, мы в качестве пилотного проекта подключили населенные пункты Арктической зоны. Это один населенный пункт на Таймыре, один в Ивенки, Исея и Усть-Авам. Сейчас там идет настройка оборудования, но люди уже могут пользоваться, и они, в принципе, очень довольны, что появилась у них связь. То есть где-то по тундре можно передвигаться и при этом разговаривать по сотовому телефону? По тундре, скорее всего, нет. В населенном пункте и в радиусе нескольких километров там будет стабильная сотовая связь. С интернетом, конечно, будет тяжелее, потому что это спутниковые технологии, но тем не менее. Что такое центр управления регионом? Он создается у нас в Крае. Зачем нужна такая структура? На самом деле центр управления регионом создается не только в Крае, но и на территории всей Российской Федерации. У нас было соответствующее решение губернатора в прошлом году о создании ЦУРа в Красноярском крае. Мы начали эту работу, а в этом году было решение президента, что это необходимо делать по всей территории Российской Федерации. А вот тот ЦУР, который мы проектируем в Красноярске, в Красноярском крае, он строится на базе нашего подведомственного учреждения. То есть мы там новых учреждений не создаем. Это отдельное направление работы. И он фактически делится на три основные части. Это операционный центр, там, где происходит управление какими-то мероприятиями, событиями. У нас есть хороший опыт универсиады. Мы строили главный операционный центр, он на базе ВСФУ у нас был. Очень хорошо себя зарекомендовал, когда межведомственные могут собираться люди для того, чтобы управлять какими-то процессами. И получать информацию в режиме онлайн, иметь доступ к видеоизображениям, к системам поднимать данные. Это вот одна часть. Вторая часть – это центр компетенции по цифровой трансформации. Это люди, которые обладают специальными компетенциями для того, чтобы можно было вот те процессы, которые у нас сейчас не цифровые или автоматизированные, переводить в цифру. То есть это и архитекторы информационных систем, это и процессные управляющие, это и специалисты по работе с данными. То есть там целый пласт работы, который вот этот центр компетенции будет закрывать. Прежде всего, это методологическая поддержка наших органов власти, чтобы помочь им начать этот процесс. Ну и вот третья часть, которая реализуется по всей стране, вот первые две части мы реализуем в Краснодарском крае. Третья часть, которая по поручению президента реализуется по всей стране, это фактически аналитический центр по работе с гражданами. Задачей его является получение со всех источников обращений граждан. То есть если сейчас у нас есть какие-то горячие линии, у нас есть официальные приемные, сайты, есть там... Такое единое окно получается. Да, то есть это единое окно, задача которой является собрать всю обратную связь граждан, понять, где какие возникают проблемы. Ну, в первую очередь наладить процесс таким образом, чтобы эти проблемы решались быстрее. Чтобы, к примеру, жалоба на условно неубранные территории поступала напрямую к исполнителю, минуя вот эту длинную цепочку. И сокращалось таким образом время реагирования. Это первое. А второе – это аналитика, это возможность понимать, почему возникают эти проблемы. Ну и, соответственно, устранять саму причину. То есть не следствие, а саму причину для того, чтобы она больше не возникала. Спасибо вам. Удачи в вашей работе. Вот в этой работе особенно, которая касается всех красноярцев и жителей края. Спасибо. Спасибо. Спасибо.